То есть я буду наверное под тройным пробафом, чтобы максимальный урон каждой белки посмотреть. Третий пробаф 20 секунд у нас длится. Это кеймастер. Димаст, привет. Это монах кеймастер под класс. Тройная вспышка. Кеймастер пускает один за другим. Три сгустка силы, каждый из которых на новой стороне. На 7 урон повышается на 60 скорость атаки на 15. С тройным пробафом. Неудобно конечно так быть, постоянно активашку это использовать. В общем три выстрела делает. Некие фаербольчики. Кулдаун 8 секунд. Скорость атаки этим умением повышается на 20. Расход энергии увеличивается на 20. Дальность действия умения увеличивается на 4. Это умение дополнительно снижает скорость передвижения противника на 5. Допустим, скорость атаки на 20. Чуть-чуть побыстрее анимации идёт. Ничего, кипиш не пропустил. Дальность на 4 метра. Так, ну с дальности всё понятно. Берём здесь значит урончик. Если противники находятся на расстоянии до 4 метров. Вместо сгустков он создаёт волны силы. Если кто-то вблизи создаёт волны. Да, ну что ж такое себе даже под тройным пробафом. Урон каждого следующего сгустка повышается на 15. Но в принципе неплохой урончик. Это умение наносит больше урона противникам, находящимся на дальнем расстоянии от ким-мастера вплоть до 80. На 100 больше урона. Не, кроксик разраба ничего не даёт. Умение становится так. Здесь у нас дальность была. Волна, наверное. Умение становится поддерживаемым, а максимальное число сгустков сил увеличивается на 6. Урон повышается на 100. Ну, посильнее, но как-то дольше анимация гораздо идёт. Вместо трёх небольших сгустков силы ким-мастер опускает один сгусток на 30 большего диаметра. Скорость восстановления умений сокращается на 5. Лол. 3 секунды кулдаун. Да, 3 секунды кулдаун боится, но это жёстко. Дэмп шпорт не какой-то чистый. Прям вообще не какой-то. Хотя, это вблизи никакой ещё. Ну-ка на дальнем расстоянии, если издалека шмалять. 800. 1400, но неплохо. 1-3 секунды спамить, так. Ну, прикольно, определённо за счёт мелкого кулдауна. Допустим, оставим пока что. Можно ещё дальность увеличить. Чтоб прям далеко летел. Так, мгновенный кей-рывок. Ким-мастер рывком перемещается на 4 метра, наносит урон. Молниеносно сплетая поток силы, он дважды наносит урон. Если противник подброшен, урон завершающего удара повышается на 100. Кулдаун, 9 секунд. Кулдаун, 9 секунд. Ну, и даже под пробафом. Расход энергии уменьшается на 20. Дальность рывка увеличится на 2 метра. Скорость атаки повышается на 10. В общем, дальность надо брать. Завершающий удар ладони вызывает дополнительный всплеск силы, который на 8 секунд повышает силу атаки ким-мастера и его соратников на 15. Вот первый баф на патику. Аватаро-механист неплохие. Не бафчик, а вот бафчик. Не, не бафчик. Притом всех бафаем в группе. Визуально прикольно. Завершающий удар ладони вызывает дополнительный всплеск силы, который на 4 секунды силу атаки на 25. Но это только ким-мастеры. Мощно. Завершающий удар ладони наносит урон по увеличенной области на 30%. Прикольно опять же, но цифры мелкие. Кировок становится комбо-приемом. При повторном использовании умений ким-мастер наносит еще один быстрый удар, повышая общий урон на 40%. Так, здесь баф-то наберем. Бафы не эстапаются. То есть после двойного поражателя. Завершающий удар ладони дополнительно вызывает вихрь силы, притягивающий противников. Чего-то не очень притягивает. И притягивает, и отталкивает. Все в одном. Ну, допустим, двойной урон. Здесь баф. Дальность. Не очень мне этот рывок нравится. Только подрываться за счет него. 9 секунд кулдаун. Ну, допустим, пока оставим. БТ октябрь и ноябрь. Точной инфы пока что нет. Хлесткая плеть. Ким-мастер сплетает потоки силы в хлесткую плеть, которая трижды наносит урон, а затем притягивает. С вероятностью 30% накладываю эффект отравления на 3 секунды. Ну, неплохо. Отравлением по 100 уронов в секунду. Прям шансун какой-то. Так. За каждого противника, попавшего под последний удар плеть, время восстановления умения сокращается на 0,5. Максимально 4 секунды. То есть, чисто в теории, можно сделать 4 секунды кулдаун. Обмелкивает. В принципе, классный. Это белка 3 секунды, это белка 4 секунды. Единственное, на все энергии может не хватить. Урон умения повышается на 30, но расход энергии увеличивается на 20. Так он расходует 200. Расход энергии на это умение уменьшается на 20. Допустим, кулдаун оставим. Дальность атаки этим умением увеличивается на 30. Хотя можно посмотреть урончик. Визуально что же меняется? Не особо выше. Дальность атаки, тем минимум, увеличится на 30. Если противник находится под воздействием отрицательного эффекта, урон повышается на 30. Классов, которые дотками дамажит, тут я не видел. Есть всякие горения, отравления, шоки, но они дамажат малообычно. Ну, неплохая такая уезжка стала. Нам надо дальше. И шли вероятность. Это умение игнорирует 40 всей защиты противника. Циферка, конечно, немеряна за этого персонажа. Именно много-много мелких. Завершая атаку, кимойстер отшагивает на 4 метра назад. Хм, тут прикольно. С другой стороны, потом снова подорваться надо будет. Но в пвпхе, наверное, приколюшный тем. Так, возьмем пока игнор защиты. Вместо плетики мастер создает волну. Силы, отбрасывающие противников. Такая себе волна. Ну-ка, если с радиусом. Выйд ультимейт в самом конце посмотрим. Так, ладно, игнор брони. Урон этого умения повышается на 40, и эффект отравления усиливается. Господи, дотки посильнее, дамажные. 64, но чаще гораздо. Сто тридцать критом, а не критует даже. Допустим, 8 секунд кулдаун, 4 секунда кулдаун. Если много врагов. Пока что все три обилки вроде бы прикольные, но такие себе. Нокаутирующий прием. Кимастер бьет ногой с разворота, наносит урон, избивает противника с ног, затем совершает рывок и отбрасывает врагов. Кулдаун 12 секунд. Но тут дэмэдж уже посильнее, но опять же отбрасывает. Рывок отбрасывает противников немного дальше. Да даже не немного, а много дальше. Далеко очень откидывает. Скорость атаки этим умением повышается на 15, расход энергии на 20. Увеличивается. 270 расходует. Дальность рывка увеличивается на 1 метр. Тоже такие себе триподики. Допустим, дальность оставим. Рывок вызывает дополнительный всплеск силы, который на 15 секунд повышает силу атаки Кимастер и его соратников. Еще один баф. Главное, написано который на 15 процентов сек. Вот он еще переводик. Получается второй баф на пятнашку. Стакаются они, интересно. В идее должны. Первый баф. Правда, у нас так есть. Умение наносит на 30 больше урона противникам, находящимся под воздействием контроля. Умение наносит на 50 больше урона изнаренного противника. Вставляем баф. Кимастер больше не совершает удара ногой, а сразу же делает мощный рывок на 2 метра. Нанося урона, отбрасывая противника. Сейдер, привет. Уже криты пошли. По 2000. Опасно. Дальность рывка уменьшается, зато после него кимастер совершает второй рывок, оглушающий противников на 3 секунды. Общий урон повышается на 80. Вот это вроде в полупохе использует. Станчик на 3 секунды всегда хорошо. Дальность рывка, либо скорость атаки. Ну-ка, если скорость атаки, то мы не особо. Ну, в общем, оставляем. В начале стрима я тестировал скрушитель. Он очень крутой. Ритовал на 21 тысячу на тренировке. Там дикий вообще дэмэдж. Так. Бушующая энергия. Кулдаун 14 секунд. Кимастер совершает прыжок на 3 метра вперед и бьет по земле открытой ладонью. Затем в течение 1 секунды направляет в землю поток, наносящий урон. Подбрасывает и еще раз на 2 стороны. Сотестил станку из-за баф. Держи, блин. Ну, тоже как контроль, как урон. Хороший скилл. Ну, я отдельно видосик выложу. Либо ты можешь начало этого стрима посмотреть. Там подробно разбираю талант нас в крушителе. Во время применения этого меню кимастер получит на 20 меньше урона от всех атак. Тоже полезно наниматься долго. Время восстановления этого меню сокращается на 0.5 за каждого противника. То есть тоже можно минус 4 секунды сделать. Кулдаун будет 10 секунд. Вот этот скилл пока единственный, который мне прям нравится. Одинаковые бафы. Ты имеешь долгие рывка на патику. Нет, одинаковые не стакаются. То есть на патику максимум 15 дамажей может накинуть. Так. Кимастер восстанавливает 30 энергии ки за каждого противника, получившего урон. Но не более чем 150 в сумме. Он, кстати, дорогой. 380 энергии есть. Если не задерживайте, она просто быстро касту. Так, допустим, здесь кулдаун или уменьшение урона. Это умение теперь невозможно прерывать эффектами контроля. Тоже топчик. Длительность направления потока силы сокращается на 30. Ну, то этого скилла хорошая приходит. Сам по себе. Контроль хороший, урон тоже хороший наносит. Мне нравится этот скилл. Умение наносит на 50 больше урона изнуренного противника. Во время притягивания противника получает урон от огня. При троекратном получении урона на них накладывается эффект ожога. Уносимый взрывом урон повышается на 50. Но неплохо. Окна уникальных посмотрим. А-175 горения. По лицу, как прыжок, работает на небольшое расстояние. На притянутых противников на 2 секунды накладывается эффект обморожения. контролька тоже. Уникальных мобов контролить можно. Ну, дамиджи заметно меньше. Допустим, урончик. Так, оставляем. Один с уроном по воздуху. Попробую дать. Не пойму, о чем-то толстый. Так, и обстрелы. Кеймастер делает шаг на 2 метра назад и вытягивает руку. Шесть раз нанося урон. Если противник подброшен, урон увеличивается на 30. Ну, это у нас УЗИшник. Прокачки был. Вариант КАБУ после подброса добавлять, чтобы больше урона наносить. Время восстановления этого умения сокращается на 2 секунды. Вместо 16 будет 14. Площадь обстрела увеличивается на 20. Ну, комбы и циклы. Это уже потом отдельно. Каждый для себя будет выбирать билды, тестировать. Сейчас подробно смотрим каждая белка, что делает. Как-то, понятное дело, комбить здесь по-любому нужно будет. Включая пробавку. Он заметно дальше настреливает. Ну, надо посмотреть самому все обилки. Одно дело в прокачке, другое дело, когда подробно все смотришь. Скорость атаки у минимума повышается на 15. А так он мне как не нравился, так и не нравится киммастерам. Но чисто по геймплею. Так персонаж очень сильен. Мне просто не нравится его геймплей. Так. Допустим, куздаун здесь, наверное. Это умение дополнительно снижает скорость передвижения противников на 30. Это умение дополнительно накладывает на противника эффект воспламенения на 7 секунд. А 48, ну, все равно неплохо. Как до урончик. Это умение наносит на 50 больше урона подброшено противником. То есть, еще больше на 50. Самморно на 80 получается. Если, допустим, той же единички подбрасывать. разлетается все, конечно. Ну, неплохой урон. Вместо серии с гостовки мастер выпускает один мощный заряд силы. Одинаковые дотки по идее не должны. Честно, не проверял даже. А здесь у нас цифра покрупнее уже. И анимация быстрее. Ну-ка, допустим, подбросили стрельнику. Тарашка. Ну, тут поинтереснее. Кемастер выпускает сгустки из обеих рук. Урон умения повышается на 50. Блин, они за край крана улетают цифры не один. В целом, в любом случае, неплохой урончик у этого скилла. Я у ешки такая довольно-таки неплохая. Удал у нас получается 14 секунд на нем. Допустим, оставим. Дыхание смерти. Кемастер резко выбрасывает вперед ладони, создавая выброс сил, который наносит полторашку урона и отбрасывает противников. При каждом нанесении урона этим умением сил атаки кемастера на 3 секунды повышается на 4%. Эффект может суммироваться до 5 раз. То есть, по каждому врагу. Если попадаете по пятерым, сразу в X5 баф идет. То есть, на 20 больше урона становится. Расход энергии уменьшается на 20. Да, он 16 у нас, 200 энергии стоит. Добавляется эффект разрушения. Площадь выброса сил увеличивается на 30. Это умение дополнительно накладывает на противнику эффект обморожения. Действующие 2 секунды во время восстановления умений увеличивается на 6. А вместо 16 становится 22. Чё, пока по скиллам скажешь? Херня какая-то. Один скилл, то уху понравился. Ну, контролька и неплохое саморожение. Это умение дополнительно отбрасывает противников и накладывает на них эффекта воспламенения на 5 секунд. 44. Ну, что такое себе? Поставим радиус. Кимастер закручивает потоки силы вихрями и разделяет их на 2 удара. Общий урон повышается на 20. Кимастер концентрирует силу немного дольше, зато урон наносимый стоящего вплотную противников повышается на 150. Сейчас, походу, мы циферки увидим нормально. 5 тысяч крит, это тоже хорошо. И это без пробаффов, как таковое. Сейчас, походу, бафнусь. 5-800. И тут уже поинтереснее. Оставляем. Второй скил хороший. Длани судьбы им. Восстановление 20 секунд. Сплетая потоки силы, кимастер создает огромную призрачную ладонь. Если противник подброшен или сбит с ног, урон умения повышается на 30. Урон наносимый этим умением повышается на 30, но расход энергии увеличивается на 20. 310. Тоже довольно-таки дорого. Ну, циферки уже неплохие. Кулдаун тоже неплохой. 20 секунд. Время восстановления умений сокращается на 3, то есть 17 можно сделать. Радиус действия умений увеличивается на 3 метра. Но это на дальность, наверное. Да. Да, только дальность. Поставляем, значит, урон. Это умение дополнительно накладывает на противников эффект обморожения на 2 секунды. Это уже второй скилл с обморожением. Прикольно, на самом деле. Контролить. Крамер обморожения работает на уникальных мобов. Скорость применения этого умения повышается. Долань более не сбивает противника с ног, но накладывает эффект ошеломления. Это умение дополнительно накладывает на противников эффект воспламенения. Вот это очевидно заморозку брать на либо ошеломление. Киммастер создает не одно, а четыре ладони меньшего размера. Общий урон увеличивается на 120. Приколюха. Криво, это как-то атакует. Не по всем попадает. Ну, забавно, а уешка хорошая. Долань сила становится обычным умением. Киммастер обрушивает ладонь не сверху, а фронтально на 9 метров перед собой, игнорируя 50 всех типов защиты. Если среди эффектов первого уровня трипода выбрана наполненность силой, дальность действия повышается на 3. Наполненность силой, это у нас дальность вместо урончика. Пока с урончиком посмотрим. Ну, тут поинтереснее. Дэмэдж хороший. Ну-ка, а дальность? Прикольно. Плюс дэмэдж хороший, дальность и контроль еще. Отморожение идет. Хороший скилл тоже. Но лучше дэмэдж взять. Так, что мы можем выкинуть? А то мест тоже нету. Че-то надо убирать пятерочку. Ладно, наверное, притягивалку пока уберу. Хотя мне нравится это отравление, прикольно. То, что кулдаун у нее 4 секунды. Здесь тоже. А, хотя нет. Вспышка чистого. А, не, не, стоп. Вспышка у нас 3 секунды кулдаун. Тоже убирать нельзя. О, буты пока неизвестно еще. Октябрь-ноябрь. Здесь у нас танчик. Забавно то, что ничего пока не хочется убирать. Ну, допустим, уберем вот эти пистолетики. 16 секунд кулдаун. Пока временно уберем. Мерцающий шаг. Кимастер совершает... А, ну это у нас рывок. Три раза, который прожимать можно. Который также дает бафчик. Промежуток времени, в котором можно задействовать серию приемов, увеличивается на 4 секунды. Время восстановления умений сокращается на 1 с каждым рывком. На 1 секунду после первого, на 2 после второго, на 4 после третьего. Ну-ка. И в итоге становится... Написано сокращается. Ну так у него 8. А, у нас получается увеличивается 2 раза. Ну, короче, 12 секунд кулдаун становится. С этим талантом. А без него... А без него 16. Дальность каждого рывка. Но здесь дальность по-любому. При нанесении урона умением скорость передвижения кимастера увеличивается на 10 на 3 секунды. При нанесении урона. Здесь именно при нанесении урона. То есть обязательно попасть надо, чтобы баф на скорость была. Здесь написано, когда наводишь на спецобъемку, здесь написано, что делается. Скорость атаки урон повышается. Скорость восстановления умений повышается. Если по-простому, он просто дается больше урона становиться. И чаще обилки можешь прожимать. При нанесении урона этому умению активируется мандра защиты, которая на 3 секунды снижает получаемый кимастером урон на 30. Здесь она не обязательно. Просто срабатывает не обязательно урон наносить. Ну и третий баф. На силу атаки оставляем. Урон первого рывка повышается на 50. С каждым последующим рывком урон дополнительно увеличивается в 2 раза. Ну, тут посерьезнее уже. Расход энергии на первый рывок уменьшается на 50. Хотя с каждым последующим рывком расход энергии дополнительно уменьшается на 10. Вот это удобно энергии стало хватать с последним талантом. Ну-ка, сейчас уберем бесконечный ресурс. Да, энергии хватает. Даже без этого таланта он съедает прям жестко. Всю энергию съедает. Ельцинк, привет. Скорее всего, либо дестройер, либо дуалист. Ну, в принципе, прикольный рывок. Скорее всего, нужно оставлять. От чего такого отказаться мы? Ну, давайте вытягиваюку уберем. Блин, у нее 4 секунды кулдаун. Она мне прям нравится. Плюс стягивает удобно очень. Дальность, конечно, никакой еще. Ладно, от нее, наверное, откажемся специфично. Поехали дальше. Волна увечий. А потом ждем демоника, да, или копейчица. Чувачочек, привет. Гейммастер концентрирует силу, наносит находящимся перед ней противником дэмэдж, отпрыгивая при этом на 3 метра назад. Дэмэдж неплохой, сразу верю. Время восстановления. Умение сокращается на 2. Так, 18 секунд кулдаун. Расход энергии уменьшается на 20. По умолчанию 250 энергии. Умение изнуряет противников быстрее. Допустим, кулдаун. Умение дополнительно накладывает эффект воспламенения. Слишком много одинаковых триподов здесь. Гейммастера. Применив это умение, гейммастер отпрыгивает на 3 метра дальше. Ну не знаю, это уж специфично, да. На 3 метра дальше отпрыгать. Это умение накладывает на гейммастера эффект, повышающий получаемый им урон на 20. Если противник не восприимчив к расшеломлению, урон этого умения повышается на 50. Опять же, входящий урон на 20. Ну допустим. Волна увечья становится комбо-умением. При повторном нажатии клавишки мастер еще раз концентрирует силу, наносит урон. И что, где дэмэдж? А, обязательно нажимать нам. То есть, либо можно просто отпрыгнуть, либо продамажить. И то, что она не всегда достает. Тоже непонятная фигняка. Гейммастер создает сферу, которая пролетает до 9 метров и образует силовую воронку, притягивающую противников. Урон умения повышается на 40. Демон хантер из Диабло 3. Ух, здесь свой демон хантер есть. С двумя пистолетами. Ага, то есть прямо еще шмаляет. Прикольно. И дальность неплохая. Вот этот класс больше 40 напоминает. Нежели билишник. Ну, такой себе. Раз 18 секунд фигачится. Поехали дальше, пока я его уберу. Нить смерти. Немгновенная. Гейммастер направляет поток силы и доли секунды удержит его, затем взрывает резким ударом ладони. Ну, неплохой урончик. Это без пробаффа. Это уже поинтереснее, 360. Время восстановления этого умения сокращается на 0,5. Не более чем 5 секунд. Кулдаун 24, то есть можно 19 сделать. В зависимости от количества врагов, по которым попали. За каждого противника, получившего смертельный урон от этого умения, кеймастер восстанавливает 10 кей, затраченные на его использование. Ох, 510 энергии съедает. Ахренеть. Это умение дополнительно оглушает противников на 3 секунды. А тут поинтереснее. Профу. Либо травничество, либо горное дело. Хороший контроль, кстати. Оставляем. Время до взрыва потока силы сокращается. Да, травничество в холне. Что можно было бы только их крафтить. Нить смерти становится умением с подготовкой. При полной подготовке наносит на 50 больше урона. Ширина силового потока при этом уменьшается на 50. Ну не знаю, что-то анимация охренеть долгая. А дэмэдж? Не особо больше. Ширина силового потока увеличивается на 30. Я так подробно профу не смотрел. Но рыбалка, наверное, тоже норма, чтобы не бегать там и искать утрону. Я именно все плюшки не смотрел, какие профи дают. Ближе к релизу буду подробно разбирать. И надо будет одну или две профи вкачивать. Целенаправленно. Хороший радиус. То здесь, значит, либо радиус, либо время. Ну, допустим, радиус. Это умение сопровождается дополнительной взрывной волной, которая наносит урон в размере 50 от базового урона. И сбивает противника с ног. То есть мало того, что стана, еще сбивает с ног. Ну, уже шутить начала. Давайте на уникальных посмотрим. Что классно, то что уникальных можно будет контролить. Это очень классно. И сам по себе урон неплохой. И дальность неплохая. И радиус неплохой. Хороший скил. Это опять же без пробафа. Я еще бью. Дальность действия этого менее увеличивается на 4. Куда еще дальше-то. Если противник не уязвим к ошеломлению, урон дополнительно повышается на 100. На весь экран хренчат. Единственный кулдаун здесь 24 секунды. И стоит очень дорого. 500 энергии. Но мне нравится. И то, и то. В принципе, все здесь трипода неплохие. Допустим, оставим. Что убрать? В личку можно кидать. В чатик ссылки не кидайте в личку. Кликайте на ник, отправить сообщение. Так, на рулок, допустим, нужен. Ройной рулок тоже нужен. Хадокин 3 секунды. 3 секунды кулдаун. Хочется убирать. У нас получается здесь контроль, здесь контроль. А здесь, кроме кулдауна, ничего нету. Давайте убирать. Поехали дальше. Грозовые раскаты. Давай, я продублирую твою ссылку. Если кому нужно. На прокачку профессии. Кимастер дважды бьет по земле и наносит урон. Затем, через долю секунды, совершает еще один более мощный удар. Первый удар мгновенно сбивает подброшенных противников с ног. И наносит им на 50 больше урона. Это опять же комбы. Тоже нужно их подкидывать, чтобы потом опрокинуть. Расход энергии уменьшается на 20. По умолчанию 340. Дорого. Кулдаун не особо. 16 секунд. Если у противника меньше 50 здоровья, урон повышается на 20. Если противник сбеет с ног, последний удар подбрасывает его. Допустим, дэмэдж. Если противник подброшен, первый удар наносит ему на 100 больше урона. Ну, я, по-моему, брал скиллы, которые подбрасывают. Ну, примерно понимаем. Просто больше дэмэджи будет. Умение наносит на 40 больше урона противникам, не восприимчивым к контролю. Это умение изнуряет противников быстрее. Ну, либо уязвимая цель, либо на 40 больше урона. По тем же боссам будет больше дэмэджи. Скорость атаки этим умением повышается на 20. Первая атака создает завихрение, притягивающее противника. В последний удар наносит на 100 больше урона. Стяжечка неплохая, но урон не очень. Сейчас про бафы посмотрим. Ну, неплохо, неплохо, всякая под бафом. И то это без остальных про бафов. Продюс действия этого умения увеличивается на 20. Если противник получает урон от всех трех ударов, скорость его передвижения снижается на 80. Тоже классно. Ну, либо урон, либо скорость передвижения. Неплохой скилл. Но пока уберем. Места что-то нет уже. Алая хризантема. Кемастер выпускает медленно движущийся сгосток силы, который наносит противникам дэмэдж и сбивает их с ног. Еще один сгосток силы. Кастерский. Время восстановления умений сокращается на 2. По умолчанию 18 секунд будет 16. Расход энергии уменьшается на 20. Скорость атаки этим умением повышается на 20, но расход энергии увеличивается на 20. Тоже специфичный. Допустим, кулдаун возьмем. Урон этого умения повышается по мере полета сгостка вплоть до 60. Неплохо без пробав от 1000 тонн и критон. Полтарашечка. Полтарашечка. Кемастер выпускает 3 сгостка силы расходящихся веером. Урон умений повышается на 110. Вот этот скилл по-моему все используют. И в ПВЕ, и в ПВП. Дамажит неплохо, контролит неплохо. Радиус тоже хорош. Полая хризантема становится комбоумением. Скорость полета сгостка увеличивается на 50. Удар более не сбивает противников с ног и накладывает эффект ошеломления. При повторном использовании кемастер создает волну силы. Наносящие 100 урона. Это на дно уникально смотреть. Эти ребятки что-то разваливаются. Просто двойной дэмэдж становится по факту. Два раза по тычонке. Лучше все-таки три сгостка. Ну допустим оставим. Опять же чего брать. Рыбок оставляем. Тоже оставляем. Тоже оставляем. Оставляем. Тоже оставляем. Ну в принципе все можно оставить. Поэтому пока я его временно уберу. Если ничего ему на замену не придет, вернем. Мантра воздаяния. Текимастер чертит на земле знака силовых линий. Поддерживает его в течении трех секунд. Противник, оказавшийся в области действия знака, получает дэмэдж. Кроме того, на них каждые 0.5 накладывается эффект, который снижает скорость атаки и передвижение на 10. Может суммироваться четыре раза. Некий дебаф на скорость атаки. Да, радиус хороший. Такой ОЕшкой точно не промажь. Но его нужно поддерживать. Сейчас пробавимся. Посмотрим. Неплохой урон. Кулдаун на 24 секунды стоит 630. Стоит, конечно, дорогой эффект. Во время применения этого умения дополнительно активируется мантра защиты, уменьшающая получаемые уронки мастером на 30. Это прикольно. Время восстановления снижается на 3. То есть вместо 24 будет 21. Расход энергии тоже снижается на 20. Ну, либо снижение урона, либо кулдаун. Ставлю снижение урона. Это умение теперь невозможно прерывать эффектами контроля. Тоже полезно. Умение наносит на 50 больше урона противникам, не воспринимчивым к эффектам контроля. Расход энергии киена. Это умение увеличивается. Зато урон каждого удара увеличивается на 10. Блин, он так 630 стоит. Будет на 20 дороже. Не, наверное, не варик. Лучше просто взять урон. Закончив снижение мандраки, мастер резко раскидывает руки в сторону, нанося противникам урон и отбрасывая их. Общий урон повышается на 40. Неплохо. Закончив снижение мандраки, мастер притягивает к себе противников в области действия умения. Урон увеличивается на 40. Некая стяжка, как у манг. Диана. Тоже классно. Хороший скилл, но нужно устоять кастовать на любителя. Но сам по себе прикольно. Так, убираем пока временно. Пламенный танец. Кимастер делает шаг вперед и бьет ладонью, нанося урон. Затем он совершает быстрый удар правой ногой, нанося 353 урона и завершает серию еще одним ударом ладонью. Между ударами можно изменять направление атаки. Улдаун 20 секунд стоит недорого. Улдаун 20 секунд стоит недорого. Не сказать, что урон хороший и радиус атаки. Расход энергии увеличивается на 20, зато урон повышается на 20. Это умение на 5 секунд снижает скорость передвижения. Повышает скорость передвижения киммастера. На 25. Область действия умения увеличивается на 30. Так, оставим область. Техника исполнения приема изменяется. Киммастер делает шаг назад и сразу же совершает рывок вперед. Наносил удар с разворота. Но тут получше. Аж первая анимация какая-то странноватая. И да, лучше сразу лучше стал. Сама анимация гораздо быстрее едет. Техника исполнения приема меняется. Киммастер делает шаг на 5 метров вперед. И последовательно проводит удары. Урон увеличивается на 20. Совершив все реки, мастер проводит еще 2 удара ладонью. Урон повышается на 50. Чуть-чуть побольше. Но первый трипод круче. Это умение дополнительно накладывает на противников эффект воспламенения. И распространяющийся на других врагов рядом с ними. По истечении 7 секунд. Лабауна. Да, ждем 7 секунд. Да, вообще прикольно. Прямо ладошка. Так же из дьявола. Движение киммастера сопровождается силовыми вихрями. Урон у меня не повышается на 100. Но время восстановления на 5. То есть будем 25 секунд кулдауна. Тяжело понять с этой анимацией. Возьмем стандартную. Ну, в общем, странновато. Оставляем первое, оставляем огонь. Сметающая волна. Киммастер концентрирует силу в течении 3 секунд. Обрушивает ее на врагов мощным потоком. В процессе применения умения направление потока можно менять. Но этот скилл тоже практически всякий мастер использует. Расход энергии уменьшается на 20. 30 секунд кулдауна. 750 энергии. Это умение изнуряет противников быстрее. Умение наносит на 25 больше урона противникам не воспринимающим к контролю. Дальность действия умения увеличивается на 5 метров. Да я бы не сказал, Райф видел, как куб с ним чистили тоже. Дальность действия умения увеличивается на 50. Подымите, как я понимаю, он нормально всекает. И плюс стаггерит еще. Он стаггерит. Если противник изнурен, урон этого умения повышается на 50. Во время применения этого умения ким-мастер не восприимчив к эффектам ошеломления. Скорость атаки повышается на 30, а время поддержания умения сокращается. Поток игнорирует 50 всех типов защиты противников. При этом ким-мастер теряет возможность управлять потоком. Все надо держать нам. Дэбик жесткий. почти ваншотный уникальна это без других промах завершив применение этого меня кимастры течение одной секунды заново копит силы наносит противникам еще один удар общего урона меню увеличивается на 8 есть тоже почти шутно но зато здесь управлять можно лучом прикольный скилл тоже мощный тоже надо брать но мне не нравится так уставить кастить но это лишь мои предпочтения мантра спасения 30 секунд кулдаун мастер читает защитную мантру на 6 секунд уменьшаю получаемые самим ким мастером и ее союзниками урон на 12 процентов тоже полезно впать кимает то есть уже надо на 25 с 10 талантами до этого было 12 прикольно 25 снижение дэмэджи на 6 секунд кулдаун тоже особо недолгий 30 секунд скорость применения умений повышается на 20 время восстановления умения сокращается на 5 кимастры почитать дополнительную мантру повышающих урон самого киммастера и ее соратников на 16 секунд охренеть это бафчик конечно 15 процентов на 16 секунд то есть она там успеет откатиться либо снижение кулдауна на пятюню брать либо то либо то киммастер читает дополнительную мантру избавляющие самого киммастера и каждого из ее соратников в радиусе 24 метров от одного отрицательного эффекта то есть некий диспелл который у самого нера также есть тоже круто но этот скилл по-любому наверно для данжи для рейдов нужен эффективность мантра повышается на 25 она по-прежнему действует на киммастера и его союзников ооо мазафака снижение урона на полтос уже а сила атаки почему-то 15 почему-то не меняется уже есть снижение урона на полтос это умение теперь невозможно прерывать эффектами контроля киммастер читает еще на дополнительную мантру повышающий силу ее атаки на 40 но это уже на себя жестко то есть 40 сил атаки 15 сил атаки но тут дэмэдж конечно пипец будет вы нас там самый домашний скилл был а 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 вот а а единичка на него двоечка допустим с пробавку посмотрим 6.000 критон 5000 критон на жестко ты можешь можно разгонять всем любителям разгонять урон этот класс понравится оба ты октябрь-ноябрь алекс читать мантру читаем от руки мастер резко бьет по земле с стопой противники в радиус четырех метров получает урон кстати 2000 не критом тоже как бы немало при том инстантова тупо ну лучше конечно бафчик на 40 урона же жизнь какая так по скиллам все давайте ультимейт посмотрим ки мастер взмывает воздух в течение трех секунд сплетает потоки силы и гигантский крутящийся шар затем он обрушивает этот шар выбранную область нанося 18000 дэмэдж цифр конечно забавно сейчас пробав им еще ключи все пробав посмотрим на докер 77000 крит сульты 37000 мазафака закрушитель курит в сторонке нервно стоит просто и это баф еще слетела скорее всего пока анимация там шла опять же такое удовольствие тарас пять минут но удовольствие тарак на хорошем жизнь прост еще разок на все равно шара можно кидать вечно 29000 по элиткам по уникальным да ульта конечно вообще лютая всем бы такую ульту в панике в пвп разбегаться надо наверно сразу когда кастует он после короткой подготовки ки мастер создает мощный поток силы наносит 1200 урона 10 всплесками в течение трех секунд по окончании этого времени возникает призрак силы который помогает направить еще один поток еще девять всплесков лук еще просто анимацию посмотрим визуально конечно мега эпично выглядит сейчас посмотрим с пробавку на циферке но тут он их шотнул за ним про каст там явно побольше чем 30000 урона анимация быстрее идет чем у того шара бфг какая-то точно сейчас просто прожигает их насквозь если смотреть сломашки с них там кожа слетает глаза такие охреневшие такого луча но в целом вот такой вот классский мастер если вам понравилось стартуйте за него мне по геймплей он не очень нравится но сам по себе класс сильный в пве в пвп везде рулит если очень ошибка а здесь в